А характерные размеры этой неоднородности находятся вот на уровне НАНО. Итак, вот об этом у нас сегодня речь. И я начну с того... Начну с того, что, попытаясь пояснить, почему слово НАНО достаточно адекватно описывает важные моменты в магнитном материале. И вот начнем вот с такого небольшого раздела «Характеристические длины магнитного материала». Почему? А вот оказывается, что интересные свойства, и в том числе магнитные, возникают тогда, когда характерный структурный размер вот этой НАНО-гитероструктуры оказывается сравним с некой характеристической длиной, свойственной материал. И вот когда реальный физический размер становится сопоставим с некой вот такой характеристической, фактически физической величиной, характеризующей другие свойства, вот здесь и стоит ожидать наиболее интересных свойств. Так вот сначала, какие характеристические длины в магнитизме имеются. Значит, именно на них можно ориентироваться, когда создавать какие-то НАНО-гитероструктуры. Итак, самое главное свойство магнитных материалов – это магнитное упроизначение. Магнитное упроизначение, то есть наличие порядка в виде. Порядка, будем говорить, в расположении локальных магнитных моментов. Этот порядок приводит к тому, что магнитные материалы обладают спонтанной магничной зоной. То есть в отсутствии магнитного поля магнитный момент не равенствует другу. Это главное свойство. В общем, без этого магнитных материалов бы нет. Почему возникает магнитное упроизначение? Совершенно точно сегодня известно, что причина этого состоит в неком, не в неком, а электростатическом взаимодействии между отдельными атомами, которое приводит к тому, что при перекрытии электронных оболочек отдельных атомов, оказывается, что присутствующие на их электронных оболочках электроны обладают минимум электростатического взаимодействия, если их спины параллельны. А значит, магнитные моменты параллельны. Или бывает ситуация, когда антипараллельны. Это взаимодействие получило название «обменным», потому что, когда электронные оболочки перекрываются, не различить, какой из электронов относится к какому атому. Если их менять местами, ничего не меняется. Итак, обменное взаимодействие. Ну, различает несколько типов обменного взаимодействия. Но мы остановимся на двух главных, пожалуй. Вот так называемый прямой обмен. Прямой обмен — это обмен, когда перекрываются электронные оболочки, обуславливающие наличие у атома нескомпенсированного магнитного момента. Вот магнетизм свойственен переходным 3D-металлу. или 4D-металл. В общем, переходным так называемым элементом химический таблица Менделеева. Эти элементы имеют незатлоненную D или F оболочку, и то, что она незатлонена, как раз приводит к результирующему моменту атома. Так вот, если эти, скажем, D-оболочки перекрываются, это прямой обмен. Есть и другой вариант, так называемый косвенный обмен. Причем двух вариантов косвенный обмен. Прямой обмен — это если электронные оболочки, как я нарисовал атомы, непосредственно перекрываются несущие магнитный момент. Вот там 3D, например. Вот это прямой обмен. А есть косвенный обмен двух типов. Значит, один из них, по механизму Крамерса, состоит в том, что вот магнитные атомы достаточно далеко расположены, их электронные оболочки не перекрываются, но их электронные оболочки перекрываются с неким третьим атомом, не магнитным. Итак, вот этот вот магнитный атом своими D-электронами поляризует, значит, скажем, некую электронную оболочку промежуточного атома. Этот атом магнитного момента не несет, но он эту поляризацию передает к соседнему атому. И таким образом возникает порядок. Он может быть сонаправленным, противонаправленным, феромагнетизм, антиферомагнетизм и другие типы магнитных структур. И еще есть один. Вот такой тип о приточении характерен для окислов. И вот, как правило, кислород или подобный атом выполняет роль передаточного звена. А есть механизм, свойственный редкоземельным металлам. Он получил название РКХИ по аббревиатуру Роттерман, Киттель, Касуя и Асида. Четыре карборатора этой модели. Он состоит в следующем. Значит, редкоземельные металлы, это элементы с достаточно большим номером, и 4F-оболочка незаполненная, у него находится достаточно глубоко в электронной структуре. Она находится глубоко, это 4F, не перекрываются ее впоследствии. Но зато в этих атомах перекрываются внешние оболочки, например, S или P оболочек. Так получается, косвенный обмен таким образом. Вот магнетизм S оболочки приводит к поляризации S оболочки собственной. Та, в свою очередь, наводит поляризацию соседней S оболочки и она обеспечивает упорядочение ватт. Вот все это показывает, что возникновение магнитного поляризации является результатом взаимодействий, осуществляемых на расстоянии порядка атомного размера, порядка размера постоянной решетки. И вот на это, в частности, указывает вот эта вот кривулька. Она называется кривая БТ, при БТСе, слетера, слейтера. Здесь вот отложена эффективность обменного взаимодействия, ну, некий паразитер А. А вот здесь вот отложено отношение межатомного расстояния к диаметру, да, диаметру вот этой самой электронной оболочки, которая несет магнитный момент D и F. И вот вот эта вот область, где положительная А, соответствует ферромагнетизму, кореньярного произвечения. Ну и вот сюда попадает никель, кобальт, железо, самые три главных магнитных материала. Подгодолиней тоже сюда можно воткнуть, он тоже на него ложится. Если расстояние больше между атомами, наблюдается парамагнетизм. Нету по этой ночи. Если расстояние меньше, то ферромагнетизм переходит по антиферромагнетизму. И это марганец, хром, ну, наиболее типичный. Вот так его подчеркивает, что расстояние между атомами играет очень важную роль в формировании магнитного появления. А вот здесь вот ниже приведена зависимость вот этого параметра, ну, подобного параметра, тоже обменного, от расстояния, но для магнитиков, в которых осуществляется обмен косвенным образом, вот этой модели. И от расстояния, значит, во-первых, амплитуда спадает по экспоненте, а во-вторых, он, оказывается, амцилирует. В зависимости от того, на каком расстоянии находятся атомы, здесь может быть феромогнитизм, антиферомогнитизм, феромогнитизм, и это взаимодействие значительно более протяженное, чем вот этот прямой обмен. в итоге поговорить об этом я хотел указать вот характеристическую длину, которая важна, когда речь идет о типе магнитного упорядочения. важнейший для практических применения характеристикой магнитово-порядочных веществ есть магнитный порядок. Что дальше? А вот следующей по значимости характеристикой магнитиков является магнитная анизотропия. это явление состоящее в том, что вдоль различных кристаллографических осей свойства магнитиков не одинаковые. И прежде всего по свойствам понимается реакция на внешнее магнитное поле. Вот например типичный вариант гексагональной решетки. Скажем оба льда. И если замагничивать то есть во внешнем поле измерять зависимость на магниченности от поля результирующей вдоль оси С то есть вдоль оси этого самого гексагона то кривая вот красная кривая быстро в слабом относительно поле достигается уровень спонтанной магниченности. а вот если в плоскости намагничивать то значительно большее поле надо чтобы достичь спонтанной магниченности. В этой связи вот эта ось называют ось легкого намагничения. Быстро в слабом поле происходит. А вот эту в данном случае не ось это даже а плоскость плоскость трудного намагничения. так вот анизотерапия еще раз подчеркиваю во многом определяет то как магнетики ведут себя в одном поле а значит практически значимые функциональные свойства анизотерапии здесь и как здесь размер себя проявляет а вот так давайте рассмотрим два состояния маленькой частицы относительно маленькой значит намагниченность этой частицы вдоль оси легкого намагничения но вдоль оси это значит как бы вверх вниз или вверх а вот собственно переход между этими двумя состояниями это преодоление некого энергетического барьера надо же через направление или плоскость трудного замагничивания перебросить вертол значит надо преодолеть энергетическое барьер величина энергии этого или величина этого барьера пропорциональна некой константе это константа анизотерапии так называем вот она характеризует вот эту разницу на объем частиц так вот смотрите чем меньше будет объем частицы тем меньше будет этот барьер ну и вот если представить себе величину которую называют остаточной намагниченность это вот эта вот намагниченность намагниченность в отсутствии внешнего поля вот я приложил поле реализовалась в образце остаточная намагниченность так вот эта остаточная намагниченность даже если никак не воздействует на объект со временем может меняться почему потому что тепловые флуктуации при конечной конечно температуре не при нуле приводят к тому что болтается несколько этот момент если флуктуация сильная то может произойти спонтанный переброс ясно что это определяется временем релаксации неким характерным временем релаксации от чего зависит это время релаксации а оно зависит от отношения энергии анизотропии к характерному тепловому кванту КТ значит вот время релаксации можно представить вот так где Тау нулевое некая констант и теперь ясно что если я уменьшаю В то я понижаю Тау и чем меньше В тем меньше время релаксации и в конце концов я могу дойти до состояния когда у меня не будет вот такого фиксированного положения время релаксации будет очень маленькое и ветка одномагниченности будет болтаться анизотропии исчезнет вот такое состояние называют суперпарамагнетизм магнитное предотчение есть это еще не парамагнетизм но вот эти большие магнитные моменты болтаются так же как парамагнетики суперпарамагнетики в которых анизотропия фактически пропадает вот из этого соотношения можно определить размер но для этого надо Тау принять каким-то определенным обычно полагают что если время релаксации меньше измерения то это уже суперпарамагнетное состояние и вот в качестве разумного времени измерения выбирают 100 секунд если время релаксации меньше 100 секунд считается суперпарамагнетизм больше не суперпарамагнетизм ну и если сюда поставить 100 а вместо К внести константу анизотропии реальных магнитиков кобальта железа никеля то можно оценить размер ниже которого частицы будут суперпарамагнетны ну вот он таким вот образом определяется и вот характерный для усередненный размер суперпарамагнетизма 10 нанометров как видите на порядок больше чем характеристическая длина обуславливающая обмен ну если у нас размер частиц меньше вот этого критического размера суперпарамагнетизма вот у нас появляется такая каша из магнитных моментов и спонтанной магниченности то нет если у нас есть ансамбль таких частиц это сейчас довольно модное направление исследования магнитной субстензии и все вообще следующее важное свойство это магнитные домены значит что такое домены те кто пускай это домогнетизм я даже думаю помнят знают домены это области спонтанной домогниченности почему они возникают если у нас есть вот такой вот образец хорошо что он здесь отбор есть такой образец важно что конечных размеров все образцы конечных размеров то это практически магнитик вы знаете что магнитик создает вокруг себя магнитное поле причем силовые линии магнитного поля должны быть замкнуты природном магнитии знак groß это такое магнитное поле но он создает магнитное поле вокруг себя ну и внутри то есть он создает поле которое направлено против его намагниченности и этот эффект называют саморазмагничивание энергия сопутствующая свободная энергия сопутствующая наличию этого размагничивающего поля называют магнитостатической энергии естественно система стремится к минимуму энергии а минимум энергии будет тогда если вот напряженность этого размагничивающего поля будет меньше так вот напряженность уменьшается если нам представить вот так магнитную структуру вот это и есть магнитные ДМН в каждом этом объемчике спонтанная замагниченность реализуется но от домена к домену она меняет ориентацию размагничивающее поле в такой структуре меньше почему потому что вот этот домен создает вот такое размагничивающее поле и в соседних доменах совпадает знак размагничивающего поля и намагниченности что им приводит к меньшей свободной энергии итак домены существуют это не обсуждается только по выгоду эти домены зависят в частности от характера магнитной структуре от того как ориентирован образец относительно осей легкого магничивания но вот какое есть обстоятельство значит чтобы вот эти два домена возникли между ними должна быть создана граница ее так и называют доменная граница еще домен на месте в этой доменной стенке вот это вот один домен это вот другой домен а в этой доменной стенке происходит постепенный поворот от слоя к слою вектора намагниченности на 180 градусов в этом домене намагниченность лежит вдоль оси легкого намагничения В этом тоже. Причем однородно на магнитности. А вот в доменной стенке, во-первых, на магнитность отклоняется до селёгкого магничения. Во-вторых, есть разориентация локальных магнитных монетов некорениарности. Так вот эти два обстоятельства приводят к тому, что в доменной границе повышенная энергия обменного взаимодействия, там некорениарность магнитных монетов, и повышенная энергия анизотропии. В общем, доменная граница несёт энергию свободно. И значит, сколько угодно их много насадить нельзя. В борьбе от граничной энергии и магнитостатической энергии реализуется равновесная ширина доменной. Но если мы будем уменьшать, скажем, возьмём частицу многодоменную и будем уменьшать её размеры, оказывается, что при некотором размере доменной стенке уже невыгодно будет реализовываться в такой частице. Она не приведёт к уменьшению энергии суммарно. Слишком велика будет нарастание вот этой обменной энергии и энергией анизотропии, и практически не будет уменьшения магнитостатической. И вот размер, при котором домены уже не возникают, называют размером однодоменности. Соответствующее состояние состоянием однодоменности. Вот нет домена и не может быть. Вот это вот параметр, характеризующий ширину доменда. Здесь обменный параметр и констант анизотропии. Чем больше обмен, тем шире доменная стенка, чем больше анизотропии, тем куже. Ну и вот какова может быть оценка критического размера однодоменности. Если размер меньше, значит однодоменность. Больше – много доменда. Ну, тут есть немножко разные оценки. Вот характерный размер. А, вот материал. Ну, видите, сюда входит А, К, МС. Это параметры материала. И вот если взять хобольт – 35 нанометров. Ну, вот тут несколько приведено значений. Это десятки нанометров. А на чем сказывается наличие или отсутствие однодоменности? Вот если доменов много, то во внешнем поле намагниченность меняется вот по такой примерно петле. Петля гистерезиса – это зависимость намагниченности от поля при циклическом изменении поля. Вот это самое главное, практически значимая характеристика. А, вот если у нас однодоменное состояние, то петля гистерезиса имеет другой вид – прямоугольный. Только скачком может меняться ориентация на однодоменность. А здесь она меняется плавно за счет перемещения однодоменности. Ну, два слова еще о абсолютной однодоменности. Есть еще такой размер. Он несколько меньше в состоянии однодоменности. Вот это вот параметр, полученный в отсутствии внешнего поля. Если приложить обратное поле внешнее, то однодоменность может разрушиться в этом поле. Но если размер еще понизит, то тогда даже наличие внешнего поля не приводит к изменению состояния однодоменности. И вот такой размер, когда и поле не может инициировать доменность, называется абсолютной однодоменностью. Он не сильно отличается от этого размера. Чуть поменьше. В дополнение к предыдущему, несколько слов о домерных границах. То есть вот эти области, разделяющие домеры. Есть два типа домерных стенок. Вот так называемая стенка блоха. Это один домер, это другой домер. А внутри стенки происходит поворот намагниченности, плоскости. Вот так, что в этой стенке не возникает нормальной компоненты намагниченности по отношению к плоскости границ. Если бы она возникала, то дополнительный вклад в свободную энергию бы появлялся магнитостатический. Ну и характерный размер этих областей доменных границ вот такой. Значит, АК. Опять же, обменное взаимодействие с транзантами с этапией. Но если уменьшать размер, правда, не просто размер, а если взять, например, пленку или пластинку, которая на магничность вот так ориентирована, или ось легкого намагниченного, и уменьшать толщину, то вот доменная граница, скажем, разделяющая два домена, при уменьшении толщины вот здесь вот будет создавать магнитные полюса, то есть эффект размагничивания будет важен, если толщина будет маленькая. маленькая. И вот при некоторой критической толщине доменные стенки плохо переходят доменные стенки нейли. В этих стенках намагниченность из плоскости не выходит. В стенках плохо она вот так вот из плоскости выходит, а в стенках нейли не выходит. В итоге появляется вот уникально, нехорошо нарисовал, лучше не так вот нарисовать. Это как раз нетипичная ситуация. Вот намагниченность вот так, и тогда, значит, вот здесь вот в середине стенки торчит она, значит, поворачивается. А когда плохо, то она не выходит, нет, вот когда нейли не выходит из плоскости. И вот переход от такой структуры к такой происходит при некоторой толщине пластины порядка вот ширины доменной границы. И этот переход сопровождается образованием сложной структуры этой самой доменной границы. При переходе в ней реализуются Блоховский и Нейлевский участок. И такая структура называется вот это бит такой доменной границы, визуализированный с помощью магнитной суспензии. Вот такие характерные поперечные связи их называют. Это просто участки Блоховской и Нейлевской доменной стенки. Так вот эти участки можно гонять, можно перемещать по стенке, можно создавать, уничтожать. Это еще один вариант использования практического магнитных материалов. Так вот, еще один характерный размер. Это толщина, это ширина домениста. Вот на этом перечень магнитных характеристических длин я закончу. И еще несколько слов о других немагнитного происхождения характеристических длин, но оказывающих существенное влияние на функциональные свойства, которые возникают не прямо из-за того, что есть магнитное произвлечение, а из-за того, что есть некие другие эффекты, соответствующие магнитному предотвращению. Например, магнитооптические эффекты, магниторезистивные эффекты, магнитотепловые эффекты. Вот для этих эффектов важны не только характеристические магнитные длинны, но и еще ряд других. Вот они здесь перечислены, некоторые длины. Длина свободного пробега электрона. Металь, естественно. Глубина с тем слоем, если речь идет о динамическом перемагничестве. длинамолы света. Ну и еще можно провести. Ну и закончить разговор о вот этих всяких длинах я хочу вот чем. Значит, мы тут рассуждали о частицах, о ну в общем коллективах частиц, что ли. но наногетероструктура, о которых я вначале упомянул, это не просто набор частиц. Вот такой структурой может являться и твердое тело. Важно, чтобы некий параметр размерный, характеризующий структуру этого элемента был, этого материала, был порядка тех характеристических гид, о которых мы говорили. Ну и вот может интересное свойство реализоваться, когда действительно мы имеем просто набор частиц, тогда важным будет радиус частиц. Либо это поликристаллический образец, тогда важным параметром будет размер кристаллита. Ну и если мы имеем дело с пленками, то важным параметром будет толщина пленки. Так вот если диаметр частиц, размер кристаллита, толщина пленки где-то находятся вблизи одного из тех параметров характеристических, о которых мы говорили, как правило используются интересные функциональные свойства. Ну вот это была некая предистория передвигения. А теперь я на примере достаточно ляп покажу а как вот такие гетероструктуры используются на практике и что в основе этого использования лежит. Ну давайте сделаем перерыв опять. Мне было сказано зафиксировать наличие присутствующих. Вот я прошу вас кристиком или там точкой как угодно отметьте себя каждой одного человека. Перешитываетесь? Нет, я отмотрел нас так много что количество пахов два паха Давайте давайте будем количество пахов два можно прибавить раз? два Я понимаю, что вы магистранты и люди умные. При желании все можно выдать желаемое. Давайте мы это самое. Вернемся к тому, на чем мы остановились. Так надо видеть на структуры. Вот тут можно много примеров приводить, их практического использования, но, конечно, самый яркий – это вот этот – эффект гигантского магнитосопротивления. Он был открыт совсем недавно, примерно 25 лет назад. Вот этими двумя господами. Фердом, французом и мюнгерским немецом. Они за это открытие получили новинскую премию в 2007 году. Само по себе уже это говорит о значимости того, что они сделали. И давайте чуть подробнее остановимся на том, а что, собственно, они сделали. Чтобы была у нас связь с предыдущей, я хотел бы отметить, какие характерные параметры те следы, о которых пойдет речь, должны иметь. Речь пойдет в носопленных. Значит, эти структуры в данном понимании – это слоистые структуры. И в качестве размерных параметров является толщина слоев важных параметров. Так вот, во-первых, толщины слоев должны быть в этом, там, где наблюдается эффект, меньше длины свободного пробега электронов. И второе – толщина должна быть меньше характерной длины обменного взаимодействия. Это гетерогенные структуры. И часть из этих составляющих структуры удовлетворяет вот этому условию, а часть – вот этому. Но и то, и другое условия задействованы, поэтому… Так, все, да? Поэтому связь с тем, что я говорил ранее, была прямая. Ну, сейчас эти люди выглядят не очень презентабельно, время прошло. Но вот Ферд – достаточно активный человек, а вот Грюнберг, к сожалению, нет. Правда, вот Грюнберг, как рассказывал мне Устинов Владимир Васильевич, он его лично знает и знаком с ним. Он сюда приезжал, а Грюнберг – это директор Института физики металлов. Этот человек на этом открытии сколотил неплохое состояние. Он, пожалуй, самый богатый из людей, кто смог это богатство на научно-техническом… На научном, даже, открытии заработать. Ферд тут как-то остался в сторонке, поскольку Грюнберг запатентовал довольно быстро ряд людей. Ну, и все, Ферд так и остался. Итак, в чем состояло открытие? На чем оно было основано? И почему два человека? Это люди из независимых научных групп. И примерно в одно и то же время они опубликовали две работы. Вот одна из них. «Physical Review» – это один из наиболее авторитетных журналов в области материаловедения, в частности, магнитного материаловедения. Результаты, которые в этой работе были опубликованы, таковы. Значит, на самом деле магнитосопротивления не собирались специально исследовать. Вот эти граждане во главе Грюнберг, они исследовали закономерности перемагничивания многослойных пленок. Ну, а в качестве дополнительного параметра, характеризующего… Здравствуйте! А что за них? А всего же все отметились. Здравствуйте! Здравствуйте! Они использовали… Что такое магнитносопротивление? Это зависимость электросопротивления от магнитного состояния образца. Как вот ни странно, намагничивая проводник, можно изменять электросопротивление. Вот это и есть магнитносопротивление – реакция на магнитное воздействие. Так вот они, это магнитносопротивление, как вспомогательный инструмент анализа магнитной структуры хотели использовать. Ну, а у них были слоистые пленки железо, вот зелененькое, с тоненькими прослойками хрома. Железо – хром, железо – хром. Но у них, у Грюнберга, это была трехслойная структура – два железа, между ними хром. Так вот, по этим пленкам пропускался ток, а пленки перемагничивались. То есть, измерялось для гистерейса, цифрически менялось магнитное поле вдоль тока. И, к своему удивлению, я так понимаю, они обнаружили следующее. Вот здесь вот, по вертикали отложено электросопротивление такого образца. Ну, вернее, его изменение. А здесь внешний магнитный ток. Вот, когда поле большое, сопротивление имеет какой-то уровень. Ну, вот, поле уменьшается, уменьшается, и, не доходя до нуля, на кривое электросопротивление есть скачок. Затем идет до отрицательного поля относительно большой промежуток, ничего не меняется, и затем снова скачет. Если обратно идти, повторяется ситуация с некоторым гистерейсом. И это было из сравнения с магнитометрическими измерениями, интерпретировано так. Вот здесь вот, магниченность в обоих слоях вот так вот, параллельно, сонаправленная. Вот в этом вот поле почему-то возникает вот такая противонаправленная структура самопроизводная. Ну, а вот здесь вот опять вот такая переходит вот в такую, но только с другой ориентацией магничества. Ну, и стал вопрос, почему вот самопроизвольно возникает вот такая структура. Оказалось, что здесь работает некий аналог модели Эд-Кокаин, Родурман Киттен Касуи и Осида. И я, помните, рисовал, вам не рисовал, а тут была на слайде картинка обменное взаимодействие с целирующей спадали. Так вот, между одним слоем и другим слоем через хром, толщина которого составляла порядка одного нанометра, реализовывалась обменная связь. Причем такая, что попадала вот в отрицательную полуволну эта зависимость. И эта связь была антифермогнитной. То есть между двумя слоями существовало антифермогнитное произвещение. А внешнее поле переводило это упорядочение в ферма. Ну и резюмируя, оказалось, что изменение магнитной структуры от сонаправленного расположения магничности к противонаправленному влечет резкое изменение сопротивления. Правда, величина эффекта небольшая, 1,5%. Но никак не гигантская. Гигантский термин возник чуть позже. А вот ферд. Он исследовал немножко другой объект, но по химическому составу это было тоже. Железо-хром, 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 мульти-образец. Вот такие структуры, мультислои еще называли. Или сверхрешетки. А результат был тот же самый. Вот эти магнитные слои железа при определенной толщине хрома оказывались антипараллельно антиферромагнитизм. А во внешнем поле коллинеарная возникала структура и сонаправленная. Тоже коллинеарная, но против оконравления. А вот из их график это сопротивление в зависимости от поля. И вот при большом поле есть какой-то уровень. Затем тут не резкий скачок, но зато изменение в два раза сопротивление. Вот огромное сопротивление. После этого ситуация повторяется. Итак, вот здесь вот. Вот такая структура, а вот здесь вот такая. Переход от сонаправленной, противонаправленной дал изменение сопротивления в разы, будем говорить. И вот тогда возник термин гигантская. Гигантская по сравнению с чем? До этого был известен эффект так называемой анизотропии магнитного сопротивления. Мы сейчас не будем на нем останавливаться. Он получил технические применения. Но его величина порядка нескольких процентов. Не более пяти. Так вот, по сравнению с известным на то время магнитно-резистивным эффектом, обнаруженный был на порядок, по крайней мере, больше. Раз них термин гигантский. Потом и другие некие явления, которые были обнаружены, менее значимые, тоже начали называть такими звоночными, звонкими терминами. Вот, кстати, потом возникли такие термины, как колоссальное магнитное сопротивление. Колоссальное магнитное сопротивление к этому прямого отношения не имеет. Оно наблюдается, когда в магнитном поле происходит переход в металл-директ. Там изменения на несколько порядков сопротивления происходят. Но технически реализовать это очень сложно. Экстраординарное магнитное сопротивление. Такой термин возникнет. Но, пойдем дальше. Почему сопротивление поменяется? А здесь надо вспомнить, как у нас формируется электронная структура металла. И сопротивление определяется движением, транспортом носителей заряда электронов. Именно электронная система ответственна за этот эффект. И вот, если взять самую примитивную картину энергетической структуры электронной системы, то ее можно представить в виде вот такого графика. Это энергия генетическая электрона, а это плотность состояния. Плотность состояния характеризует количество энергетических уровней, на которых могут находиться электроны. Электроны – квантовая система. И согласно принципу Плаури на одном энергетическом уровне только два электрона находятся. Со спином вверх, со спином вниз. В результате этого возникают две подзоны. Одной электроны со спином вверх, одной со спином вниз. И вот, когда формируется электронная структура, значит, вот электроны начинают заполнять разрешенные уровни, заполняют, заполняют, заполняют. И вот тут вот кончились электроны. Этот уровень называется уровнем фермы. Вот все свойства, ну, практически важных металлов, они определяются плотностью состояния на уровне фермы. Потому что, ну, например, электрический ток вызывается электрическим полем. Но энергия электронов в этом электрическом поле изменяется очень мало. Она никак не влияет вот на эти электроны, которые вот тут вот расположены. Слишком большое нужно изменение энергии. Слишком большое электрическое поле. Поэтому реальные токи – они вот этими электронами. Теплопроводность и прочее – все этими электронами. Итак, это обычный металл. А если металл феромагнитный, то вот в 3D как раз металлах в электронной системе появляется дополнительное обменное взаимодействие. И это обменное взаимодействие приводит к тому, что электронам выгодно свои магнитные магниты сонаправить. Это приводит к тому, что электронов с одной проекцией спины становится больше, чем электронов с другой. Или иначе говоря, вот эти две подзоны сдвигаются. А раз они сдвигаются, то уровень фермы для электронов со спином вверх и со спином вниз будет проходить так, что плотности состояний разные для электронов с разным спином. Вот эта ситуация называется спиновая поляризация. Значит, в феромагнетике, как правило, имеет место спиновая поляризация. Значит, плотность состояний для электронов с одной проекцией спины и с другой проекцией спины не совпадает. Вот может быть ситуация, вот это стопроцентная спиновая поляризация. Это частичная спиновая поляризация. Вот она определяется вот так. Плотность состояния электронов со спином вниз, минус со спином вверх, ну и на сумму плотность состояния. И вот для типичных магнитиков микель-кобальт… Почему опять микель-кобальт? Это железо. Ну, оно находится на достаточно высоком уровне. Где-то вот близко к единице. Это как бы бред птичи того, что вовлечет за собой магнитосопротивление. Это спиновая поляризация. Она была всегда, что называется, и открытие тут ни к чему. Но давайте немножко подумаем, как спиновая поляризация влияет на электросопротивление. Что такое электросопротивление? Значит, электроны, перемещаясь по проводнику, испытывают рассеяние. То есть их импульс меняется. Кинетическая энергия меняется за счет взаимодействия с решеткой. Значит, в первую очередь с решеткой с фаномами. С дефектами также. Раз энергия меняется, значит, электрон должен перейти с какого-то одного энергетического уровня на другой. Когда это легче сделать? Когда таких уровней много. Так вот, когда плотность состояния на уровне эфирной большая, электроны легко рассеиваются. То есть легко меняют свою энергию. А это означает, что такие электроны с трудом проходят через проводник. У них электросопротивление больше, чем у электронов со спином другим. Со спином таким, что для этих электронов мала плотность состояния. Вот, если взглянуть опять на этот рисунок, то электроны со спином вниз хорошо рассеиваются. Для них удельное сопротивление будет выше, чем для электронов со спином вверх. Но реально это не видно. Ведь эти системы не разделены пространственно или временно как-то. есть и есть. Все текут электроны. Но, тем не менее, вот это обстоятельство есть. И оно является вторым, ну или продолжением первого условия реализации гигантского магнитного сопротивления. А вот теперь непосредственно как эффект реализуется гигантское магнитное сопротивление. Вот, если... Да, сначала рассмотрим чисто качественно. Итак, вот два слоя. Ну тут утрированы, на самом деле, магнитные слои толстыми должны быть. Но их толщина не должна быть больше длины свободного пробега электрона. Если магнитные слои будут толще, то эффекта не будет из-за взаимодействия электронов с решеткой. Когда фоном нам будут рассеиваться, надо, чтобы всю эту структуру электрон мог проходить без рассеяния на фономах. Только магнитное рассеяние должно играть. Так вот, толщина структуры меньше длины свободного пробега. А вот эта вот прослойка, я напомню, должна быть порядка одного нанометра. То есть так, чтобы реализовывалась антиферомагнитная структура. Ну, в общем, вот два условия. Итак, сон направленное расположение на магнитности двух слоях. Вот электрон со спином, чего там, вверх. Он проходит легко, без рассеяния. У него малая плотность состояний на уровне фермы. Он сложно рассеивается. А вот другой электрон, он и тут рассеялся, и тут рассеялся. И если мы построим эквивалентную электрическую цепь. Вот она. Вот в этой ветви как бы текут электроны со спином вверх. И у них маленькое сопротивление одного слоя и другого слоя. А вот здесь текут электроны со спином вниз. У них большое сопротивление одного слоя и другого. Вот если посчитать обычными правилами электротехники сопротивление вот такого участка цепи. При этом считать, что вот эти вот зелененькие, они имеют вот такое сопротивление. Ну чисто качественное. То есть меньшее. А вот красненькие вот такое большее. Тогда по правилам последовательного параллельного соединения мы посчитаем и получим год для структуры с сонаправленными спинами вот такое вот поражение. А теперь перемагнитим один слой. И тогда и те, и другие электроны будут двигаться с одинаковым рассеянием. Значит, вот эти электроны в данном слое являются электронами со спином вверх, но попав сюда становятся электронами со спином вниз. Почему? Потому что вверх или вниз определяется по отношению к спонтанной намагниченности. К тому, как большинство электронов себя ведут. Значит, вот здесь большинство электронов по сравнению вот с этим оказываются электронами со спином вверх, да? А он оказывается электроном со спином вниз. Ну а здесь наоборот. Вот этот электрон заскочил, здесь он оказывается электроном со спином вниз, да? А вот тут вот вверх. В результате реализуется вот такая вот комбинация. И если мы для нее посчитаем, то получим вот такое сопротивление. Итак, это явно меньше, чем это. То есть, сонаправленное расположение на магниченности дает меньшее сопротивление, чем противонаправленность. И вот в этом-то гигантское сопротивление и состояние. И эффект этот выяснился достаточно большой. А как бы это зависит от количества слоев? Зависит. Но это другой вопрос. Сейчас мы качественно рассуждаем о картхине. А вот чуть позже... Я к этому еще раз... ...погадали меня это как-то метрородной магичности или... И так, и так. Как угодно. Ток можно пропускать и так, а можно и вдоль пропускать. Почему такой резонанс это явление получило? Во многом благодаря техническому применению. Вот не будь такого технического применения, наверное, Нобелевскую премию бы не дали. А техническое применение это нашло в считывающих головках жестких дисков. Вот, значит, жесткие диски содержат систему участков на магничных паразмах. И считывание информации — это регистрация как на магничных участках. Так вот, эти участки создают слабое магнитное поле. И нужно регистрировать это после. Исчитывающие головки регистрируют. Чем чувствительнее головка, тем выше может быть плотность записи. То есть меньше вот эти вот участки, которые создают поле. Так вот, эти гетерогенные пленки стали основой, средой для создания высокоэффективных считывающих головок. Сейчас все жесткие диски содержат головки на вот таких гетероструктурах с эффектом гигантского магнитного сопротивления. Он, правда, немножко трансформировался. Теперь называется то, что там используется спин-вентилем. Я сейчас чуть позже скажу. Итак, вот какое-то время назад был скачок плотности записи, когда появились терабиты. Вот переход на такой уровень это как раз благодаря использованию этих головок. Так вот, и Грюнберг оказался богатым благодаря этому техническому применению. И премию это, наверное, дали благодаря этому. В общем, резонанс возник из-за технического применения очень большой. А вот тут вот типичная структура, которая используется в этих головках. Вот если посмотреть чуть-чуть назад. Вот сюда. То видно, что вот тут поля очень большие. Это 20 кг рст. 20 тысяч рст. Никакие вот эти вот крохотные участки на магниченности такое поле не создадут. Уже огромный электромагнит, чтобы такое поле создать. Поэтому вот эта вот структура, в которой параллельное или антипараллельное, вернее, состояние достигается за счет обменного взаимодействия. Плохо для технического применения. Лучше каким-то другим способом реализовать феро-антиферомагнитное состояние. И вот додумались, каким образом сделать. Значит, подложка. На подложку осаждается слой антиферматных. Им, как правило, железомагнит является. Это магнитоупорядоченное при комнатной температуре вещество. Но магнитные моменты двух подсистем двух решеток равны. Значит, на этот слой осаждается слой феромагнитика. Ну, чаще всего пермалой. И пермалой обменным образом связывается с антиферматным. Причем так, что намагниченность пермалой связана как бы с последним слоем железомарганица. И намагниченность этого слоя, пермалой, жестко привязана к железомарганицу. А железомарганиц, поскольку не имеет магнитного момента, в поле ведет себя инертно. Не реагирует на поле. Дальше прослойка меди. Причем не один нанометр, а она может быть и больше. Но главное, чтобы не больше длины свободного пробега. Один нанометр нужен был для того, чтобы реализовать отрицательный отмен с другим слоем. А здесь этого не надо. И снова в коробнике. Так вот, оказывается, вот этот слой жестко привязан. А вот этот слой свободен. Имеется в виду во внешнем поле. Когда поле прикладывается, вот сюда, например. Этот слой перемагничивается, а этот нет. В результате возникает антипараллельное соотношение намагниченности слоя. Приложили поле туда. Этот слой перемагнитился. Возникло параллельное. Так вот, чтобы перебрасывать намагниченность туда-сюда. Не двадцать килоерстепт надо, а всего один рстепт. А это поле как раз достаточное для того, чтобы регистрировать вот эти участки. И вот такие структуры назвали спинвентильными или спинклапанами. Как клапан работает? Открылся, закрылся. В смысле электросопротивления. Ну и вот типичная структура, она имеет вот такую структуру. Вот две таких структуры, просто для усиления эффекта. Ну вот, в частности, я просто хотел продемонстрировать, насколько она сложна. Вот тут вот больше десятка слоев, многие из них вспомогательные. Вот кремниевая подложка тантал. Это слой, необходимый для формирования определенной кристаллической решетки в железе марганца. Потому что антиферромагентизм в железном марганце свойственен только гранецентрированной модификации решетки кубической. В другой, в биозноцентрированной, нет антиферромагентизма. Дальше идет слой термалоя, потом вот синенький кобальта для усиления спиновой поляризации. Вот дальше идет слой мельки, опять слой кобальта, опять термалоя и так далее. Вот такая структура, сложная была. Итак, это были те терраструктуры, используемые в наиболее престижной области компьютерной техники. Но на ряду с этим, на вот этом эффекте и на подобных эффектах можно строить и другие устройства, другие технические элементы, их называют магнитные сенсоры. Сенсор – это чувствительный элемент. А магнитный, он значит чувствитель внешнего магнитного поля. И вот, в том числе, эти структуры – это тоже сенсоры. Они чувствуют магнитное поле. Магнитное поле, если это считывающая головка, вот этих битов информации. Но на самом деле, применение таких магнитных сенсоров очень значительно шире. Может, не так престижны эти области. Ну и вот здесь вот перечислены какие-то возможные сферы применения этих самых магнитных сенсоров. Значит, вот построение датчиков и индикаторов. И чего тут только нет, но есть три как бы главных направления применения. Первое – это измерение электрического тока бесконтакта. Если по проводнику течет ток, то этот ток создает магнитное поле. Магнитное поле можно этим сенсором регистрировать. И таким образом измерение электрического ток. Другое – это датчики позиционирования. Если перемещающийся элемент в какой-то пространстве имеет магнитную метку, а вот здесь вот находится сенсор магнитный, то эта метка создает магнитное поле на сенсоре. И от расстояния до сенсора это поле зависит. Оно меняется. И перемещение этого элемента можно отслеживать вот таким образом. А третье – это просто измерение магнитного поля. Одна из методик построения приборов для измерения магнитного поля. Здесь вот приведены какие-то рисунки реальных технических устройств. Но самое популярное у нас после записи – это автомобиль применения. В нем там несколько сотен в дорогих автомобилях всяких сенсорах. Треть из них – это магнитный сенсор. Ну и какие только параметры они не отслеживают. Но идеология применения – она вот такая. Либо позицию, либо электрический ток. Вот два главных варианта. Ну и вот у нас на кафедре, в частности, и не только на кафедре, но и в содружестве с другими организациями, мы как раз занимались разработкой магнитных структур, наногетероструктур для магнитных сенсоров. И вот не безрезультатно. Вот, в частности, такая работа была удостойна премии Татищева до Геймана. Может, не все знают, что такая премия существует. Это, конечно, не Нобелевская премия. Но, тем не менее, это премия масштаба Екатеринбурна. Вот каждый год присваивается премия, в частности, в области науки и техники. И такая премия была присвоена вот некому коллективу, в котором, на ряду с вашим слугой покорным, вот еще заметные люди присутствуют. Вот это вот Якоб. Это сити-менеджер. Генеральный директор НФО автоматики Шаримов. Это вот дом, который, если и тем главное здание наше, такой серый. Но он не Пенго, там четыре. Но вообще, да. Там, значит, это здание, оно действительно имеет одинаковые стороны. Это круговой проход. Но оно очень длинное. Там заблудиться очень просто. Потому что некоторые коридоры перегорожены. И нужно подниматься вот так, спускаться там. И когда вот мы где-то работали, я там бывал довольно часто, и один раз заблудился. Ну и шел, шел по коридорам. А там разные есть, значит, отделы, лаборатории. Есть лаборатории, куда строжайший вход запрещен. Но дело в том, что не секрет, НФО автоматики разрабатывают управляющие системы для нашего подводного флота Северного. И булава, которая то летает, то не летает. Это вот тут. Они отвечают за систему управления. Заблудился, оказался в какой-то лаборатории. Никого нет, не у кого спросить. Выяснилось, что в самую секретную лабораторию попал. И мне оттуда выпроводили что-то мне. В сопровождении автоматчиков. Ну ладно. Вот это вот Кустинов, директор Института физики металлов. Академик. Вот, собственно, три организатора. Университет по автоматике и четыре. Институт физики металлов. Вот это вот технический директор ЗАО МПК ВИПК. Но эта работа имеет продолжение. Я вот хочу обратить ваше внимание на последующие. Вот на три года текущие два последующих университет получил очень крупный проект. Вот он называется так. Создание высокотехнологичного производства датчиковой аппаратуры измерительных систем на основе магнито-числидной структур и электронного паромагнитного резонанса. Это две составляющие этой работы. Это половина. Это вот фактически продолжение работы над магнитными сенсорами и средами для них. и главная организация серийного производства. А вторая – это разработка, ну тоже фактически сенсоров, только на базе электронного паромагнитного резонанса. Этим занимается на кафедре компьютерной физики. Генеральным подрядчиком здесь является то же самое по автоматике. Значит, вот мы вместе выиграли такой грант, который таким образом реализуется. Автоматика обязалась заплатить Уральскому государственному министиту 190 миллионов рублей за эту работу. Это довольно крупные для нас деньги. Но в истории не было таких крупных контрактов. ни в Урху, ни в Урху. Ну, в Урху сейчас есть три контракта по этой линии, они чуть поменьше. Так вот, по автоматике платит нам эти деньги, мы делаем работу, оно как-то там реализует производство, а потом ей правительство федеральное компенсирует эти деньги, если сочтет, что они использованы правильно и хорошо. Вот такая, значит. Просто так, конечно, автоматика до 190 миллионов рублей не дала. Ну, а мы привлекаем вот Институт физики металлов как соисполнители, ну, и две тут коммерческих контролей. И в заключение еще об одном эффекте, у нас у меня осталось пять минут, там времени не было. Другу. Лицома опоздалась, половину в галочке поставить. Ну, как можно, не спасти.